привет родные снова с вами опять я значит вы находитесь на канале бывшая зайчика это те еще кто меня не знает подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки значит зовут меня Светлана я в своей жизни отсидела 10 лет 2 года малолетки и 8 лет за хатанской колонией все все что вы хотите обо мне узнать все есть мои биографии выложено все это на канале так что знакомьтесь будем узнавать друг друга это это касается новых людей ну и конечно же плюс ко всему я хочу вам сказать мои дорогие что ни в коем случае на своем канале я не пропагандирую ауе все что я пытаюсь это вас донести и рассказать вам чтобы вы поняли и хотя бы на моих ошибках начали смотреть оборачивание назад тюрьма зона это самое тяжелое что может быть самое тяжелое испытание которое может быть здесь у нас на планете земля так что не стремитесь особенно молодежь остановитесь если чувствуете что что-то где-то косячить не надо не совершайте очень тяжело на зоне так ну ладно ребята я конечно хотела с вами знаете какую тему затрону тема такая довольно таки неприятная я бы сказала но для меня по крайней мере она очень неприятная по сути само это очень нравится если честно за нее вообще забыла это чисто мои подписчики молодцы которые просто мне напомнили и выслали недавно один ролик типа я задумалась а почему не поговорить на эту тему значит тема у нас будет с вами называться деда убийцей кто такие деда убийцы ну на моем языке и на моем понятии да но я думаю и так же как на вашем языке и на вашем понятии это суки это суки это это бабы которые ну до такой степени слабые что они могут все только свое вот это вот говно вы выложить на на своих детей короче ладно вот такая наша тема будет на чё хочу сказать конечно же я поднимаю кружечку усекли какая кружечка значит что у меня здесь налита кофе а кофе какое которое пришло из израиля вот я с удовольствием поднимаю это значит за всех первые мои глотки это обязательно за всех тех людей которые находятся сейчас в неволе мои дорогие мальчики девочки женщины мужчины это все за вас чтобы вы мои хорошие знали что вас обязательно ждут на это обязательно по эту сторону решетки вас ждут и любят так что крепитесь а там держитесь и не нарушайте режим из торопитесь и быстрее домой то что все таки дома намного лучше поверьте как бы там я была я это точно знаю точно так что давайте ну и конечно же за моих подписчиков за тех людей которые со мной которые меня не покидают которые смотрят мои ролики за вас мои хорошие носите маски обязательно берегите себя не подтвергайте себя никакому риску будьте аккуратны смотрите по сторонам особенно те кто ездит за рулем будьте бдительны всегда просто аккуратны тюрьму попасть очень легко поверьте очень легко если вы знали как оно пахнет обалденно короче ладно давайте поехали темка наша значит эти детоубийцы ну что я за не хочу поговорить я мне конечно такие встречались встречались причем одна из них работала у меня на объекте ну давайте рассмотрим саму сначала статью они бывают разные есть конкретно где жестокостью есть конкретно где значит с халатностью отношения вот тоже статья на одна и та же ну значит там по частям каждый статьи у нас по частям да я не заглядывала не изучала честно вам говорю эту статью даже не считаю нужным вот даже не считая ну понимаю так сама не надо быть юристом там или еще кем-то я просто сама понимаю что ну вот все делится там да на части всевозможные а бвгд и тому подобное вот короче давайте поговорим о халатности вот у меня которая работала она до сих пор еще сидит у нее громадный срок потому что все-таки погибло двое детей значит она сама мама троих детей но вот один сын остался взрослый взрослый мальчик наконец-то вышел с ней на контакт и начал с ней общаться он очень долго не мог ее простить но ситуация такая это миллион баб может коснуться это я вам точно говорю вот миллион баб и которые сейчас меня бабы смотрят и говорят да не да ты чё да я не так так я говорю я вам уверена на все сто процентов это может коснуться каждого вот просто элементарно пока сидите в компании выпиваете а дети там что-то делают да и всякое может произойти но это немножко другой случай она истопила печь дом это чтобы тепло было да она уложила свои детей она любила свои детей она воспитывала свои детей сегодня было замечательно но одна правда вспомнить помогала мама там ну неважно как но факту что все это было и вот она одинокая женщина вот решила на себе как-то устроить выходной вот решила познакомилась мужчины значит ты решила с ним встретиться детки уложила деток спать значит печка тепло все все хорошо дома и пошла к нему не к себе пригласила чтобы детки не видели ничего пошла к нему посидеть там побухать с ним ну повеселиться там не знаю дела свои женские поделать мужские и вот в оконцовке немножко перебила да уснула а когда глазки открыла никого нету в квартире все давай тыркаться пыркаться квартира закрыта пятый этаж не выйти нихуя не может куда он ушел вообще непонятно чё его сподвигнуло уйти она горит а сердце не на месте вот так вот все выходит из из орбит прям выходит вот из стенок вот гляди прям из груди вывалится все пока он пришел пока она побежала на это там все сгорело все доклад вместе с детьми вот представь вот такая вот участь и конечно же она очень сильно загоняется она не может себе этого простить она не хочет жить она не хочет существовать она она ходит в церковь она пытается выйти она берет самую тяжелую сложную работу какую только есть я почему об этом говорю потому что она работала на моем объекте я это знаю я знаю какие она работы себе берет как она но делает их на отлично разговора нет факту что вот и пожалуйста она не может себя простить и она все сто процентов уверена что в этой колонии она отсидит она освободится на что-нибудь сделает с собой она просто здесь не хочет она сама по себе очень загнана в угол она мало разговаривает она практически вообще не общается ни с кем она во первых у нее очень сильно видно затяжное развитие в речи она видать когда это произошло у нее перемкнула что-то она очень долго вот как будто бы человек заикается она очень долго не может сказать что-то очень долго настраивается чтобы что-то сказать ну короче вот такая вот судьба судьба конечно не из этого плюс конечно отношения в зоне как бы там это не было все-таки смерть была причина на детям ну никто на дни там не издевается скажем так но факту что отношение к ней такое какое есть что я вам хочу еще сказать значит еще был там один случай еще мразь которая ради ее боли своего держала их в заперти не кормила не поила лишь бы только чтобы он рядом с ней был и тоже она там этом раз сидит и всевозможные мы ей сами зычки устраиваем там всякие казусы но это опять-таки я что хочу сказать где-то убийца она получила что все все что с ним может произойти это только все происходит на тюрьме вот на тюрьме вот на тюрьме там еще более-менее с этим лояльно то бишь ну это явно и понятно что допустим даже администрация знаю статью если ее запустили в общую камеру закрывает маленько глазки вот просто закрывает маленько глазки и конечно же когда она попадает в камеру с ней но опять-таки это все читается это не так все делается что вот сразу ты зашла назвала свою статью и тебя там сразу хлопают нет это все изучается изучается ее приговор изучается ее полностью все это читается выявляется причиной когда ты понимаешь что эта тварь издевалась а конкретно над своими детьми которая блять ради хуя готова была пойти на все ради своих детей ну чтобы причинить всевозможную боль своим детям из-за мужика ну все здесь вот и и это слава богу что хотя бы на тюрьме с этими блядями что-то можно сделать вы конечно простите мой лексикон да не забывайте что я все-таки зычка это одно и второе что я как бы там ни было для меня это очень серьезная тема потому что ну я думаю для любой женщины это триндецка и вот пока она находится на тюрьме с этой тварью что-то можно сделать то бишь ее всячески можно ее убить нельзя ну и всевозможные блять придумать ей всякие извращения которые какие только могут быть но только там мужчины давайте сразу там не будем фантазировать для что там что-то связано с половыми органами и тому подобное не это так не происходит это можно вот знаешь там я не знаю сидит она на параше кушает она на параше спит она возле двери ну короче помойка паскуда просто конченая помойка понимаете где нет места в обществе нет вообще никакого потерянного вот она проживает сколько она там живет вот на тюрьме столько она и пользуется вот своим вот таким положением ну как только эти твари приезжают на зону то их сразу же под крылой берет администрация сразу же то бишь ну это понятное дело сотрудники всем к ним поступили люди их и на задача сохранить этих людей чтобы они отбыв свое наказание покинули это учреждение чтобы их не было но чтобы они здоровые были чтобы не было никаких там смертей увечий калечий и тому подобное все это их на задачи естественно таких людей сразу берут под свою но единственное я всегда я понимала тогда что ладно берете вы их под свое крыло защищаете вы их не даете чтобы здесь бабы разорвали все вот это это все понятно но я вот это вот никогда не понимала для меня это было всегда дико зачем они ставили на ставочную работу то бишь ну зоне с работы очень тяжело ставочная работа это считается самая престижная работа то бишь ну это побольше денег ты можешь себе что-то уже больше купить приобрести нормальных обычных зэчик на такую работу не ставили конечно но если появлялись а вот такие вот прошмандовки то им сразу давали вот такую ставочную работу естественно ну бабы это ж такое существо она пока в зону зашла там языком сегодня-то убийца где-то убийца там дыры-пыры языком там все этим своими пошуршали что-то все но когда это блять это убийца стала ходить в магазин блять затариваться сумками приходить блять ей греться не обязательно потому что она на ставке стоит и все и все это забывается мгновенно и за стол с ней садятся и благополучно едят а она таким образом кормит чтобы нахуй с ней никуя не случилось ну плюс ко всему там еще начинают долбить завхозов нахуй изначально что если к тебе в отряд она попадает это деться убийца опера сразу приглашают завхозов себе и начинают нахуй не дай бог с нее хоть один волосок упадет там для и цину короче вот такой я к чему говорю что и всячески всячески защищает как только возможно единственное что мы вот могли делать вот как мы могли делать приходит у меня сложная же работа я вам уже рассказывала очень сложно вы знаете что после кофе всегда надо холодную воду и короче это конечно же вот если она ко мне приходит на хозработа то я стараюсь и не дает все самое тяжелое что только может быть вот все самое тяжелое вот и допустим я всегда дружила ну старалась так как бригадир была объект тяжелый я старалась дружить а значит с девчонками которые были коменданты что такое комендант комендант это человек который отвечает за все хоз работы на промзоне все полностью он должен все организовать все сделать встретить машину найти хоз работников все это разгрузить все это загрузить поставить идеальная частота на промзоне ну короче вот такая вот я всегда подходила и говорила пожалуйста это очень прошу вот это вот мразь на самые тяжелые вот там где шлакоблоки грузить надо где там я не знаю вот вот куда-нибудь ты можешь ну то бишь я маленько но какую-то свою в эту вносила в это понимаешь а так как я по зоне могла передвигаться по определенному там допустим ну в определенные куда-то по пропуску какой у меня маршрут есть там допустим до склада до склада одного до второго там допустим до дежурной части до штаба ну вот куда как в горы я могла двигаться да там зоне и и это естественно я доходила по этим я просто видела эту мразь которая отработала на этих тяжелых работах которая короче это ну и еще что я хочу сказать что конечно же ни одна зайчика которая уже находится в зоне она никогда еще тюрьма я вам что хочу сказать вот еще на тюрьме ты что-то как-то можешь ну какие-то у тебя там начинается вот это вот но какая-то там мурятина из тебя прет там тюряга там заехал все я там самая центровая я там смотряга в хате я там ты рыбыр и вот это вот все еще одно как-то прет но когда ты в зону заезжаешь ты прекрасно уже понимаешь потому что здесь совершенно все все по-другому все по-другому здесь есть свой актив здесь есть ну здесь все по-другому в зоне вообще все по-другому и плюс ко всему ты понимаешь что все здесь и стремятся на удода что ты если ты проебешь эту возможность там пройти по этим соц лифтах или лифтам тебе надо будет еще целый полгода ждать там до чтобы как-то себя продвинуть а все равно все домой хотят как ни крути все хотят домой и и вот из-за этого что конечно же вот эти блядя они в принципе ну на зоне как-то скажем так они не сильно не сильно страдают скажем не сильно они там страдают все страдания они получают вот именно значит на тюрьме вот это сейчас так но я опять-таки не забывайте я говорю только за челябинск да это тюрьма магнитогорска да и эти тюрьмы и челябинска там где я двигалась по малолетке когда я двигалась а там мне не попадались а такие помойки даже по моему на тот момент вообще в те года это вообще ну нонсенс на был чтобы женщина так могла относиться к своим детям мне кажется это вообще но мне не попадалось я даже в зоне не знала там на малолетке что такие вообще есть ли ну не знаю мне не попадались ну и случай один вот измерить из восьмидесятых годов я точно знаю который был значит и как это шум такой был то что это было в моей моем училище там где я училась а после детского дома и и оттуда ученица да ну как учащихся значит она училась этом обучалась и как сейчас помню на мебельщика по моему и вот она у нее была дочь у него была дочь и сын ну вот так вот она себе уже нагуляла и дочь и сын значит мальчишка был более такой спокойный мальчик такой вот ну такой нормально это из газет это все ребят из газет как раньше писать но мы так так как мы в одном фазанки с не учились а то естественно мы эту историю знаем она у нас как на суху было и вот в один прекрасный момент значит муж их покинул бросил ну как обычно там она себе находит какого-то ебаря и короче ебарю чуи говорит а девчонка такая шутка ведь лет 8 была она такая шутка все и вот он ей в один прекрасный момент говорит что это ну короче как-то меня под заебали на твои дети но еще пацана я потерплю а вот дочь что она мне как-то на хубе сильно шумно и представьте и вот эта помойка вот эта вот помойка чтобы этот юбарь с ней остался она берет ведет на уху свою девочку на урал и начинают ее топить представляете 8 лет ребенку и причем еще берет с собой подружку которая ей помогает в этой хуне не останавливает ее а помогает ей ну там рыбаки которые были это было рано утром на охладе сами понимаете когда вода и когда тишина то по воде вообще очень сильно слышно голоса прям но вода передает это все и рыбаки услышали услышали как вот это вот все происходило ну там уже было поздно там единственно что вызвали она утопила и утопила ее конечно эту пидораску взяли но там действительно там там вся тюрьма гудела там гудела тюрьма так что нам в городе это было слышно этот случай который невозможно забыть его никогда не забуду и ждали все ее ждали все ее ждали везде ее ждали в магнитогорске в челябинске и мусора не знали как ее как его уберечь от всего от этого там триндец там вплоть до того что она там неоднократно вешалась она там скрывалась чего только она там не делала что ей жизнь это стало невозможное потому что она пропила все на свете но это вот все что с ней вытворялось в этой тюрьме это было пиздец до нас там какие-то ходили слухи что там с ней происходило и потом впоследствии аж тоже заехала на тюрьму и этот случай ну то бишь он был такой известный о нем говорили ну там триндец там что с ней вытворялось и после такого вот когда ты это наслышал я понимаю что почему она хотела вздернуться там руки себе вскрывала и все на свете потому что ну вынести такое не каждая сможет просто я не понимаю что происходит у бабу в башке в этот момент до меня вообще не доходит ну вот просто до меня не доходит как так можно вообще ну вот как вообще такое может произойти это что за любовь за такая это вообще чё это такое тебе не нужен ребенок иди нахуй отдай его в детский дом иди отдай его в детский дом блять и он там будут жить без тебя тварь иди или ты что от общества боишься что ты блять получишь какую-то огласку чего боишься блять я не понимаю иди сдай его иди откажись от него нахуй выкини его не знаю блять просто чтоб ты вот просто мне непонятно я сейчас тоже это говорю для тех куриц которые блять ну смотрят меня не смотрят не знаю но таких тварей до хуя которые в четырех стенах блять блять их очень много просто про них никто не знает а таких их сплошь и рядом они они были есть и будут и существуют короче что я вам хочу сказать вот что вот эти вот курятины которые блять ну лучше лучше остановиться нахуй если блять в бошку там я не знаю тебе вошла такая мысль и идея что тебе блять мешает ребенок нахуй чтобы свои утехи удовлетворять то лучше иди и сдай его нахуй в детский дом вот это вот мой совет блять ну конечно меня не так много народу смотрит но я сейчас просто уверена что будет с другого еще там канала к нам подтягиваться люди так что я вы мои хорошие девчата которые меня постоянно смотрите вы сильно близко к сердцу это не принимаете это говорится для блять а блять они обязательно заглядывают смотрят и убегают таких очень много так что вот такие вот пироги вот что такое детоубийца не дают нам возможности на тюрьме на зоне что-то там с ними делать ну слава богу существует тюрьма слава богу что на тюрьме сука это блять может испытать все что она может испытать так что вот такие вот мои хорошие а уже туда она едет они блять боятся смотреть в глаза они блять ходят опускают голову вниз они боятся смотреть в глаза у них вообще зато ну страх такой стоит ты к ней начинаешь чуть ближе подходить я много раз сама это вот видела она придет ко мне на хоз работы я просто два шага вперед делаю типа мне пройти надо но столько я в ней вижу страха столько я в ней вижу она в лице меняется у нее руки все начинает вот так дрожать она вся дрожит от страха я считаю что бы хотя бы такое чувство блять чтобы она испытывала и оно было у нее чтобы она постоянно это падла боялась и задумывалась конечно чаще всего бывает что эти паскуды блять живут лучше чем мы потому что они ставочники они там работают но уважающаяся зечка уважающаяся вообще баба она никогда не позволит этой бляде слишком высоко взлететь никогда особенно завхозы молодцы у нас в зоне охуительные завхозы вот у баб я за мужиков не говорю которые молодцы они их пресекать блять умеют они им сразу показывают их и на место сразу даже если где-то эта падаль блять посчитала открыть свой рот что-то ее там не устроило не дай бог это долетело до уха завхоза она ее блять сожрет вместе с говном ну то бишь завхозу за это ничего не будет завхоз может нахуй себе позволить базарить с ней ну языком конечно руками не трогает а вот языком и всячески ее там перед всем отрядом завхоз может выстроить весь отряд выставить ее эту помойку на середину и начать ее всячески поливать говорить кто она есть и что она чмо и что она и причем это делать может каждый прожий день то бишь ну вот такие вот вот такое отношение в зоне вот к этим блядям так что вот так вот не хотела конечно вообще эту тему затрагивать но так как как ни крути эта тема существует существует она есть да от нее никуда не деться и этих бледей очень много которые рожают бросают выкидывают и что только не делают со своими детьми я конечно не понимаю этих женщин вообще но если тебе не нужен ребенок тебя что блядь по рожи тебе дадут что в этот момент происходит с тобой чего ты боишься когда ты блядь в том же роддоме находишься рожаешь и ты понимаешь что тебе это не надо ну просто возьми отказ напиши там же предлагаю напиши отказ и все откажись или ты что блядь потом впоследствии ждешь боишься что не дай бог что то с тобой он тебя найдет и тебе где-нибудь блядь крышу твою снесет что происходит вообще непонятно сейчас такие слава богу детские дома пошли нормальные не такие как были раньше дала ты уже ему жизнь если он тебе не надо откажись откажись нахуй тварь откажись так же дома ты блядь родила да вызови ты нахуй скорую пусть приедут заберут скажи вот так вот выкидыш произошел не нужен мне ребенок короче помойки тема конечно такая страшно все таки я надеюсь что что таких тварей станет поменьше на планете земля все таки господь бог нас женщину создал не для того чтобы мы уничтожали а для того чтобы мы наоборот сеяли добро давали пусть каждая как может каждая как может это она делает но если тебе господь бог дает чтобы через тебя прошла другая жизнь уже за это ты должна быть ему благодарна и что будет от тебя от твоего от твоей частички тела будет бегать вот это вот маленькое существо но это же счастье разве нет так что вот такие вот мои хорошие вот такая вот тема нас сегодня коснулась тема очень серьезная конечно может быть если бы у меня канал был миллионник я бы вообще сейчас здесь бы разошлась и чтобы эти бляди блядь меня услышали ну так как у нас мало народу и смотрят меня только мои хорошие маленький вот такой вот кружочек конечно ну вы уж понимаете что я это конечно же говорила для тех людей которые сейчас сидят прячутся блядь потихоньку выглядывают блядь и вытворяют всякие свои чудеса ну ладно мои хорошие если вам понравилось ставьте лайки если нет вот так вот пишите комментарии комментарии пишите хоть и говорю всякие какие там и плохие и хорошие ну короче пишите я плохие стараюсь сейчас мало на них реагировать короче удаляю чаще всего удаляю да нафиг они нужны надоели не хочу с ними бодаться уже сил никаких нету как начнут там какую-то ой господи так что ладно сколько нас населения на планете земля да столько и мнений так что никуда от этого не деться кому-то это зашло а у кого-то это вышло так что вот так вот ну все обязательно носите маски вот уже сегодня посмотрела ролик один закинула во все сети везде где только можно закинула вк закинула в инстаграм везде увидела его на ютюбе и просто там было поделитесь этим роликом это вузь Катаеве по моему девушку с улицы мусора прям закидывали в бакон из-за того что у нее была маска одета но они ее где-то увидели без маски типа она и вот такой вот силы ее пытались закинуть так что носите мои хорошие маски одевайте там в каких-то городах вообще даже просят перчатках чтобы в транспорте были не спорьте вы с властью одевайте носите эти маски одевать ничего не докажете все равно будете вот сделали свое дело одели пошли свои дела поделали вернулись все скинули выкинули и все и забыли главное вот берегите сейчас себя берегите детей своих берегите и не забывайте заходить на мой канал знайте что есть такая бывшая зайчика которая безумно вас любит и дороже твоей все пока все пока все пока все пока все пока только все пока Продолжение следует...